Геном рибонуклеиновой кислоты коронавируса способен интегрироваться в ДНК человека. К такому выводу пришли в середине декабря специалисты Массачусетского технологического института. Тот же самый механизм был ранее замечен у ВИЧ-инфекции. У истоков исследования РНК-посредников, то есть механизма, благодаря которому генетическая информация для создания белка проходит через стенки ядра клетки, стоит в том числе и венгерский биолог Каталин Горико. В 1985-м она эмигрирует в США, чтобы вести свои революционные исследования РНК, малоизвестной сестры ДНК, поскольку в Венгрии на это нет средств. Ее принимает университет Пенсильвании, где она исследует функционирование рибонуклеиновой кислоты у больных с ПИДом. Но в середине 90-х ее новаторское предложение генной терапии на основе РНК-посредника отклонено. Сегодня, оглядываясь назад, я думаю, это просто невероятно. Я многие годы в течение 90-х убеждала всех, что РНК-посредник — это именно то, на что нужно обратить внимание. В 2012-м ее исследования РНК-посредника в Пенсильванском университете наконец-то привлекают внимание таких биотехнологических и фармацевтических гигантов, как Модерна и Астрозенека. Да, в науке, как и везде, происходят иногда странные вещи. В течение многих лет мы пытались подать патент, и нам говорили, что в нем никто не нуждается. Пока однажды я не услышала прямо противоположное, что без наших исследований наука не будет развиваться. Год спустя Каталин Карико переходит на должность старшего вице-президента в BioNTech, немецкую компанию, занимающуюся разработкой активных иммунотерапевтических препаратов. Вакцина Pfizer-BioNTech, которую на сегодня закупили такие страны, как Великобритания, Япония, США и Европейский Союз, основана именно на технологии РНК-посредника.